Видновская районная клиническая больница продолжает функционировать как многопрофильный ковидный стационар. Сюда поступают люди с различными заболеваниями и коронавирусной инфекцией. Так, в конце февраля в тяжелом состоянии в РКБ попал 59-летний Александр Тетеркин. После перенесенной в январе операции у мужчины образовалась флегмона – острое гнойное воспаление. Помимо этого Александр заразился COVID-19. Была обширная флегмона, фактически половина от грудной клетки до паховой области. Экстренно был прооперирован. Интоксикация была колоссальная. Лежал он длительное время в реанимации, но благодаря слаженной работе реаниматологов и хирургов удалось его стабилизировать, остановить процесс. После этого был переведен в отделение. И при комплексной терапии удалось справиться с такой обширной инфекцией мягких тканей. Сейчас пациент осознает, что находился на грани жизни и смерти и с большой благодарностью обращается к видновским врачам. Здесь ребята – прекрасные хирурги. Они меня, честно говоря, с того света вытащили. А тем более я все-таки уже 60-х буду в детском году. И, сами понимаете, возраст тяжело выкарабкиваются вот из этой ситуации. Ну вот, вроде все, завтра выписывают домой. Александр Тетеркин мог бы избежать такого осложнения, вызванного коронавирусом, если бы вовремя привился. Тем более в нашей стране проблем с этим нет. Вакцинация бесплатная, прививочных точек много. Процедура занимает минут 10, зато эффект стопроцентный. Человек, который получил прививку, при встрече с инфекцией, его организм уже будет готов к этой встрече. И то есть будет уже иммунный ответ, и человек будет защищен. И чем дольше мы лечимся от коронавирусной инфекции, тем вирус будет больше мутировать. Поэтому я призываю всех к вакцинации. Никаких противопоказаний к вакцинации нет, кроме беременной женщины, кормящей женщины. Они прописаны противопоказания только потому, что клинические исследования в этой категории граждан не проводились. Единственное, что с хроническими заболеваниями вакцинация показана, возможно, раздержаться могут те, кто сейчас проводит иммунную терапию, то есть, с которой какие-то амтоиммунные заболевания имеют. Медики напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности в условиях пандемии, ношении в общественных местах масок, использовании санитайзеров. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Юлия Погосян, Ольга Садовская, ВиднетВ.